Девушки отдыхают Может, он твою бумажку взял? Она что, ребенка на работу притащила? Говорит, что оставить не с кем было. Ясно. Да, слушаю. Слушай сюда внимательно, тупая корова. Если сегодня же я не получу назад эту записку, то ему сыну будет очень-очень больно. Пожалуйста, не надо. Курила? Да. Я все поняла. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алёна. Миши 25 километров. Вот здесь вот скорость. И марку машины. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо вам большое! Спасибо! Ну, красавец! Спасибо! Спасибо вам большое! Ну что, забирай своего красавца! Ну, откуда мы тебя посадим, злодица? Андрюх, соберете снаряга? У меня телефон разрывается. Да, конечно. Парни, пойдем, соберем лестницу. Да, Марина, прости, не мог поднять, у меня руки были заняты животными. Алло, кто звонит? А кто спрашивает? Бригада скорой помощи, фельдшер Денисов. Вы родственник? Бывший муж. А что с Мариной? Дорожно-транспортное происшествие, потерпевшее бессознание. Везем в больницу. Скажите, пожалуйста, имя, фамилию и возраст девушки? Красовская Марина Викторовна, 32 года. А скажите, а в какую больницу вы ездите? В 20-й городской клинической. А был ли в машине парень лет пяти? Насколько я знаю, детей не было. Вы не переживайте, угроз здоровья нет. Ушибы, травматический шут. Ага, спасибо. А скажите, а я могу попросить… Ага, спасибо. Еще раз внимательно посмотрите. Билова Анастасия Михайловна, 94-го года рождения. Такая не поступала. Да. Может, она в другой больнице? Ну, как это она в другой больнице? Ее позиция, ее телефон. Она здесь. Я звонил на номер, сказали, попала в ДТП. Она здесь, у вас? Нет. Дежурный врач где? Давайте паспорт. Выпишу вам пропуск. Ну, что, нашли? К сожалению. Тогда как понимать? Простите. Ваша жена действительно здесь. Она скончалась от полученных травм еще до поступления в больницу. А где она? В морге. Соболезнула. Завтра утром вам надо прийти на опознание. Вам нехорошо? Это не она. Саша. Саша. Ты где, Саша? Настюша. Ну, слава богу. Извините, мы не знали, что была еще одна пострадавшая. Дурдом у вас. Ну, ты как? Болит что-то? Ты как? Вы кто? Кто это? Женя, ты муж? Ей дали паринозин. Нейролептик. Лекарство действует. Все будет хорошо. Может, ты что-то хочешь? К маме. Маму ты помнишь? Я ее привезу. Отдыхай, не волнуйся, ладно? Хорошо. Я скоро приеду. Уже проснулись? Чудненько. Доброе утро. Я ваш лечащий врач. Вадим Вадимович Миркин. Это майор Игнатов, следователь. Как себя чувствуете? Что со мной случилось? Она ничего не помнит. Ух ты. Прям-таки ничего. Как вас зовут, душа моя? Мужчина приходил, называл ее Настей, но его она тоже не помнит. Эка невидаль. Да разве их всех упомнишь? А вот скажите мне, Настя, кошка и улитка, кто кого перегонит? Кошка. А вы мне тут панику разводите. Мужики, дело наживное. Голова кружится, Настя? Да. Это нормально. Ну-ка, давайте-ка глазки. Влево, вправо. Влево, вправо. Ай, молодец. Ай, умница. Доктор, а можно я задам пару вопросов? Запросто, Леонид Николаевич. Только сейчас не вижу в этом никакого смысла. Пойдемте, я вам обрисую картинку. А вы, Настя, отдыхайте. Через часок к вам загляну. Да. И обязательно поешьте. Пошли. Да. Здравствуйте. И вам не хворать. Чем могу служить? Я Владимир Красовский. Можно навестить больную из пятой палаты? Она вчера вечером попала в ДТП. А это вы заходили полчаса назад? Нет, я только что подъехал. Ну, ночная смена. Ясно. Ну, навещать больных можно. И нужно. Им это приятно. И нам помогает. Как она? Ну, на пять с минусом. Минус в данном случае это небольшая ретроградная амнезия. Не пугайтесь. Улыбайтесь. О, стихи. Я присоединюсь к вам через пару минут. Спасибо. Угу. Простите, я ошибся. Вы знакомы? Я попала в аварию. Вы там были? Нет. Я вас там видела. Простите, вы меня с кем-то путаете. Что, не узнала? Да нет, как раз наоборот. Прекрасно. Чем же вы расстроены? Ну, это не она. Мою бывшую жену зовут Марина Красовская. Постойте. Вы говорили, что она вчера попала в ДТП. Все верно. Но в палате другая девушка. Ну и ну. Минутку. Алена, что у вас за чехарда в приемной? Марина Красовская вчера поступала. Дорожно-транспорт-то. Ясно. Я сейчас подойду. Скверное дело, Володя. Вчера в аварии пострадали две женщины. Видно, ребята со скорой перепутали имена. А Марина жива? Настя. Все, тихо. Со мной все хорошо, видишь? Слава Богу, я просто очень испугалась. Что это? Это вещи твои. То, что мне в приемную отдали. Носить невозможно. Я домой заехал. Так что Настю выписывают. Да, я был у главв врача. Он не против. Они сделали все, что можно. Милая, ну не обязательно торопиться. Хочешь остаться? Нет, просто мне кажется, что я забыла что-то важное. По поводу аварии? Зачем тебе? Саша в беде. Саша? Мальчик пятилетний. Сын того мужчины, который сюда только что заходил. Мужчина сюда заходил? Зачем? Я не знаю, он сразу вышел. Может быть, в палатой ошибся. Вы понимаете, что из-за этой неразберехи, из-за бардака вашего, я всю ночь думал, что у меня жена погибла. Сочувствую, любезный. Но ведь все выяснилось, слава Богу. Легко, мы говорили. С вами, да. Легко. Вот с Красовским значительно сложнее. Кто это? Парень, который только что в морге опознал вторую участницу ДТП. Это он к моей жене заходил? Угу. Я ему сочувствую, но все-таки для меня состояние моей жены важнее. Я же вам уже говорил, что физических повреждений практически нет. Небольшое нарушение памяти вследствие перенесенного стресса. То есть ее можно выписать? Можно? Не советовал бы я торопиться. Понаблюдаем ее пару дней. Пусть ее осмотрят невролог, психиатр. Давайте я ее домой заберу. Уют я ей обеспечу. Там ее точно ни с кем не перепутают. Воля ваша. Ну тогда сделайте милость. Подождите в коридоре, я составлю эпикрис. Девушка. Простите, не подскажете, где отделение нейрохирургии? А, вот этот корпус, второй этаж. Спасибо. Ты что-то вспомнила? Какие-то отдельные обрывки и слова. Но это очень странно. А что именно, милая? Не знаю, у меня такое ощущение, что этого просто не могло быть. Или, если это и было, то иди со мной. Я тебя не понимаю. Я сама себя не понимаю, мам. О, уже собрались. Ну и чудненько. Один совет напоследок. Душевный покой – ваше главное лекарство. Здоровый сон, прогулки, вкусная еда, домашняя рутина. Общение с посторонними людьми стоит пока ограничить. А провалы в памяти надолго? По-разному бывает. Главное, не нужно нервничать. Ваши негативные воспоминания не стерты. Они просто временно закрыты. Защитная реакция сознания – блок, так сказать. И лучший способ его снять – это вернуться в привычные обстоятельства и избегать новых переживаний. Вы поняли. Спасибо. На здоровье. Удачи, Настенька. Спасибо. Пойдем, малыш. Мужчина, вы к кому? К Марине Красовской. Извините, вам надо поговорить с доктором. Я потом поговорю. А в какой она платье лежит? Понимаете, она не здесь. Так а где? При госпитализации произошла ошибка. Балаган. Извините. Слушаю. Ты чего трубку не берешь в бухгалтерии? Там сыпы путал? Да, у меня тут проблема. Я полиция. Ты чего мне втеряешь без? Какие еще проблемы? Какая больница? Алло. Ушами слушай, умник. Твои проблемы меня не парят. Я тебе не пацан за тобой в догонялки играться. У тебя время до завтра. Если до завтра не уведешь кассу, я тебе лично к адыквыру. Понял. Одежда и личные вещи. А это заключение. По нему вам оформят свидетельство о смерти. И еще. Из приемного телефон передали, из-за которого вся путаница. На него целое утро звонил кто-то. Я не отвечал. Не положено. Жена? Да. Бывшая. Соболезную. Забирать вы ее будете? Аккумулятор сел. Ну, видимо, я. Одежду свежую принесите. И белье. Или с агентом передайте. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Это наш двор. Ты узнаешь? Да. А мы все вместе живем? Нет. У нас новая квартира. Спасибо, Женя. Ну, ладно, милая. Звони. А можно я с мамой побуду? Малыш, ну, решать тебя, мне кажется, это не очень хорошая идея. Почему? Ну, уже два года как отдельно живем. У тебя там вещи, книги, не знаю, косметика. И потом доктор же сказал, что привычная обстановка, это полезно. Не грусти, милая. Поправишься и придешь ко мне в гости. Ладно. Что, поехали? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Марина? Ну, наконец-то. Куда же вы пропали? Со вчерашнего дня вам набираю. Здравствуйте, Марина. Не может ответить. Это Владимир, отец Саши. Здравствуйте. Я воспитатель, Анна Петровна. А что с Мариной? Она погибла. Разбилась на машине. Боже мой, а как чувствовала, что с ней беда. Она вчера не пришла за Сашей, а пришлось забрать его к себе. Он сейчас с вами? Мы в садике. Вы его заберете? Да. Если нетрудно, можете скинуть адрес по СМС? Конечно. Сейчас. Несчастье-то какое. Проходи. Вспоминаешь? Ну, давай вместе вспоминать, пойдем. Тут гостиная. Там кухня. Вы там поможете? Нет, не помню. Посмотри. Нравится? Да. Ты тут сама все выбирала. Ну, там же, флакончики, тюбики. Все это. А где моя одежда? Пойдем, посмотришь. Это же твой дом. Мы на Мальдивах. Январь позапрошлого года. С Вадима путешествия. Ты очень боялась купаться из медуз. Не помнишь? Ну, ты не расстраивайся. Вспомнишь, что сказал доктор? Никаких отрицательных эмоций. Доктора надо слушать. Чекает такое красивое платье. Вспоминаешь? Жень, прости. Не сердись на меня. Да, ну, что ты просердиться? Я ей не нормально, что ли? Ты моя девочка, справа в беду. Главное, что ты жива. Это главное. Все остальное, ну, наладится. Ты все вспомнишь. Не так, милая. Вспоминай. Ты очень аккуратная. Правда, в детстве я была ужасная растяпа. Все течет. Все меняется. Аккуратность твоя сильная черта. Жень, прости. Я пока не готова. Я понимаю, потерплю. Ну, куда нам торопиться? Будешь кофе? Осваивайся. Я не знаю, как ему сказать. Скажите, мама уехала в командировку. Ну, я не очень-то умею врать. У вас все получится. Он вас узнал уже и хорошо. Редко видитесь. Да, Марина так хотела. А где мама? Ей пришлось уехать. Ты пока побудешь со мной. Хорошо? Хорошо. Повезло тебе, Саша. Я очень любила играть со своим папой. Я не хочу с ним играть. Ладно. Тогда чего ты хочешь? Я помню, ты раньше любил рисовать. Лучший художник в группе. Даже так? Тогда давай заедем в магазин, купим тебе все, что ты захочешь. Согласен? Да. Крабовый. Ты любишь. Ну, на всякий случай напоминаю. Вкусно. Ты сам готовил? Честно? Нет. Это ты готовила. И борщ. И вот, котлеты ты много готовишь. Жень. У меня все время в голове одна и та же мысль крутится. Какая? Да про этого мальчика, Сашу. Что я должна его спасти. Откуда это имя? Понятия не имею. Ты не будешь сердиться? Конечно, нет. У нас был ребенок. С ним что-то случилось. И ты боишься мне об этом сказать? Нет, мил. У нас ребенка не было. Мы только собираемся его завести. Пойдем, я тебе что-то покажу. Ты надолго? Часа на три. Прости, а где ты работаешь? А ты как думаешь? Давай, шаг за шагом вспоминать. Я нотариус. Ну, как мы постольим? Ты мне воздушный поцелуй отправишь? Или я уже заслужил настоящий? Не ведешь на поправку. Пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот мы и дома. Давай, раздевайся. А когда мама меня заберет? Пока не знаю. Обещала позвонить. Я хочу к тебе домой. Ну там же никого нет. Ну и что? Я один посижу. Сынок, давай мы с тобой серьезно поговорим. Ты уже большой и все понимаешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мама не придет сегодня. И завтра тоже. Она... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и зря. Может быть. Но я дал честное слово. Не могу же я ее обмануть. Мужчины так не поступают. Ну ладно. Давай. А тапочки? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Об этом я не подумал. Ты прав. Завтра тогда вернемся в детский мир и купим. Хорошо? А пока ходи так, у меня полы чистые. Ну что, приготовим обед? Макароны умеешь варить? Угу. Давай. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Привет. Ты так сладко спала, не хотел тебя будить. Будешь кофе? Буду. Сейчас на работу поеду. Ну, до вечера. У тебя есть какие-то планы? Схожу, погуляю, наверное. Отличная идея. Только ты возьми телефон обязательно. Ну, вдруг заблудишься. И чтобы всегда на связи была. Жень, а я где-то работаю. Я просто помню, что я училась в педагогическом. Ну, правильно. Ты учительница в школе. ПОДПИШИСЬ! Сейчас каникулы. Тебе даже в больничный брать не надо. Ты со сливкой любишь. Правда? Я тебе буду все твои привычки рассказывать. Например, ты любишь овсяное печенье. Ты его в кофе помогаешь. Жень, я хочу навестить маму. Зачем у тебя это дело? Я просто соскучилась. Ну, ладно. Вы вообще виделись недавно. Нет, я не против. Так надо. Ну, давай тогда топьем кофе. Я тебя завезу по пути на работу. Папа, а ты правда спасатель? Правда. Здорово. Можешь взять меня с собой на работу? Нельзя, прости. Ну, иногда к нам приезжает телевидение. Могу попросить запись для тебя. Хочу. Красовский, слушаю. День добрый, майор Игнатов. Я по поводу ДТП. Ну что, следственные действия закончены. Вам нужно подъехать, подписать заключение. И сможете забрать автомобиль. Ясно. Я сначала завезу сына в детский сад и подъеду. Буду через час. Садик. Папа, я не хочу на садик. Ну, здесь же тебе будет скучно. А мне обязательно надо съездить по делам. Может, поедем вместе? Заодно и мороженое купим. Да, хочу. Договор? Ты вообще ничего не помнишь? Я помню школу, помню институт. А последние годы Женя сказал, что папа умер. Полгода назад. Инфаркт. Как я могла такое забыть? Бедная девочка. Может, это и к лучшему. Некоторые вещи лучше не вспоминать. А как у тебя с Женей? Вроде нормально. Вот. Я не знаю, мам. Он милый, заботливый. Но я его не знаю. Как будто бы я живу с посторонним человеком. С красивым, тактичным, но чужим, понимаешь? И эта квартира, я не понимаю, как я могла жить там два года. Ты видела детскую? Я у вас давно не была. Почему? Я вообще редко выхожу из дома. У меня это со зрением проблема. В общем, так что там детская-то? Понимаешь, мне не кажется, что я сейчас хочу ребенка. Да. Извини. Да, алло. Хорошо, я приеду. Да, спасибо. Следователь просил заехать, подписать документы для страховки. Так ты же можешь заблудиться. Хочешь, поедем вместе? Да нет, я справлюсь. Я город помню. Вообще все помню, кроме некоторых вещей. Папа, а почему ты не живешь с нами? Ну, так вышло. Это было мамино решение. А когда она вернется, я попрошу ее снова тебя впустить, если хочешь. Посмотрим. Так. Возьми, наверное, альбом с фломастерами, да? Потому что тебе придется на меня подождать. Хорошо? Давай. Ну, мы здесь постоянно проверяем все. У нас здесь все зафиксировано. По камерам все нет. Здравствуйте. А мне звонили? Сейчас. Вот. Мне нужен майор Игнатов. Как его найти, не подскажете? Налево по коридору. Третий кабинет. Спасибо. Ну, вот и все, Саш. Давай, собираемся. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. Извините, пожалуйста. Это ваш сын? А вы, собственно, кто? Анастасия Белова. Мы с вами виделись вчера в больнице. А, ну да. Вас, кстати, быстро выписали. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Почти. Я... я прошу прощения, а во время аварии та женщина во второй машине... Какой аварий? Я тебе потом расскажу, сынок. Хорошо? Простите. Поговорить не получится. Мы очень сильно вас добываем. Я поняла. Простите. Что я тебе говорил о счет чужих тетек? Не разговариваем. Хорошо? Угу. Все. Только папки это еще еще. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Я разговаривал с доктором Миркиным, он рассказал мне про ваш диагноз. Вы себя как чувствуете? Спасибо лучше. Но вряд ли я чем-то смогу помочь. А ничего и не нужно. Есть показания свидетелей, данные экспертизы. Понятно, что Красовская виновница столкновения. Ну, двукратное превышение скорости, выезд на встречную полосу движения. Скажите, тот мужчина, который только что был у вас, это ее муж? Бывший, ознакомился с протоколом, претензий не имеет. А женщина погибла? К сожалению, да. Травмы, несовместимые с жизнью. Что от меня требуется? А вот, пожалуйста, ознакомьтесь с протоколом и подпишите. Это потребуется вам для оформления страховки. Простите, это обязательно делать прямо сейчас. Просто мне не очень хорошо. Давайте так, у меня есть подготовленные копии документов. Ознакомьтесь как сможете и подпишите. Спасибо. Воды? Нет. Сашка, другая, ты мне лопатка отдай! Травка другая, ты мне лопатку отдай! а в темноте сидишь мне не темно как день прошел нормально устала у мамы чем вы там занимались пили чай потом следователь позвонил попросил приехать документы подписать для страховки правда здесь сказала ну да вот он выдал копию сказал что можно потом подписать эта девушка после аварии умерла да я знаю ты мне не сказал ну а зачем я тебя расстраивать ну да все так можешь подписывать я сегодня тоже устал день какой то нервный давай поужинаем и спать и 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 Голь. Вкурила? Вкурила. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Кроссовский, слушаю. Владимир, здравствуйте. Это Анастасия Белова. Я нашла ваш номер в полицейских бумагах. Мы вчера с вами не смогли поговорить. Не понимаю, о чем. Вам что, помимо страховки нужна еще компенсация? Нет, речь вообще не об этом. Я бы с вами лично поговорила, если вы не против. Если вы дома, то мне ехать до вас полчаса. Хорошо, подъезжайте. Спасибо. Здравствуйте. Проходите. Пожалуйста, говорите потише. Сын ничего не знает. Конечно. У меня всего пара вопросов. В полицейском протоколе есть данные Марины. Права она получила 10 лет назад. Еще справка о том, что за последний год у нее не было ни одного нарушения правил дорожного движения. Ну, а вы к чему вы клоните? К тому, что дисциплинированный водитель ни с того ни с сего превышает скорость. В два раза выезжает на встречную полосу и гибнет в лобовом столкновении. Ну, спеши лобово нанимить. Куда? Понятия не имею. А я, кажется, знаю. Она успела вам что-то сказать? У меня после аварии амнезия я путаюсь в деталях. Помню только отдельные слова и лица. Чьи лица? Ваши и Саши. И голос Марины, который повторяет ваши имена. Простите, я не понимаю, как можно на словах передать чье-то лицо? Я тоже не понимаю. Но я ведь вас сразу узнала, как только вы вошли в палату. И теперь самое главное. Вчера мне приснился сон. Кошмарный сон. В котором Саше угрожает какой-то мужчина. Я не видела лица, не знаю имени. Только голос. Мама! Саш, ну ты что? Ты просто перепутал. Успокойся. Я прошу вас уйти. А если есть угроза, правда? Я не толкователь снов. Пожалуйста. Хорошо. Если что, в полицейском протоколе есть мой телефон. Хорошо. Где ты была на этот раз? Гуляла. Пыталась найти знакомые места. Все как советовал врач. Помнится, врач советовал тебе сидеть дома. В тишине и покое. А не шляться, где попало. В общем-то злишься. Я волнуюсь. Тем более нам предстоит серьезный разговор. О чем? Что это? Документы для твоей мамы. Заключение психиатра. Мама что, больна? Возрастная деменция. Печально, но факт. После смерти отца болезнь сильно прогрессирует. Пациент березу что-то в больнице? Милая. Светлана Анатольевна, она теряет связь с реальностью. Пока это отдельные приступы. Но они будут повторяться все чаще. На прошлой неделе она забыла выключить газ. Ушла кормить кошек. Горелку задуло сквозняком. Повезло, что соседка зашла. О, господи. Приятного мамы. По словам врачей, очень скоро она будет не в состоянии сама за собой ухаживать. Ей нужен постоянный уход и надзор. И что, ты хочешь дать мою маму богадельню? Не я. Мы все решения принимаем вместе. И тем более это не богадельня, а лучший интернат в городе. Это какой-то бред. Я могу сама за мамой поухаживать. Сейчас да. Но когда появится ребенок, это будет очень трудно делать. Это будет невозможно делать. Можешь встать подождать? Мне не кажется, что сейчас лучшее время для ребенка. Милая, решение принято. Мы записаны на ЭКО. Все анализы сданы. Настя, твоя амнезия, она играет с нами злую шутку. В день аварии мы собирались ехать к твоей маме. Решать этот вопрос. Не вижу причины откладывать разговор. Давай отложим. Я не могу об этом сейчас думать. Хорошо. Давай вернемся к этому завтра. Макия, ты что, у вас ранее? Да. Ну, у города. Владимир Сергеевич. Да. Можно на минутку? Ну, тут такое дело. Ваш сын с матерью три дня назад был у меня дома. У меня тетушка ближайшая больная. Ей положено социальное обслуживание. Ясно. И что вам нужно? Кое-что спросите у мальчика. Понимаете, он взял очень ценную бумагу в столе, а ее нужно вернуть. Мама уехала в командировку. Вы слышали? А, да, конечно. Спрашивайте. Привет. Здравствуйте. Помнишь, ты был в гостях у бабушки, у которой такой полосатый код, много-много книг на полках? Угу. Твоя мама пошла в аптеку, а тебе захотелось рисовать. И бабушка решила тебе взять листок бумаги в столе. Скажи, а где этот листок? Я не знаю. Ну, зачем ты мне врешь? Осветил твоя мама, которая в командировке не говорила, что врать нехорошо. Так. Довольно. Пусть ответит. Он уже ответил. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Ты правда не брал ничего у этих людей? Правда. Ну, ты же что-то рисовал? Маму. И куда делся рисунок? Я хотел его подарить маме, но не нашел. Ладно. Тогда вечером заедем к вам домой и вместе поищем, хорошо? Хорошо. Кушай, а то растает. Мама больше не придет. Она умерла. Кушай. Кушай. Тихо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Подождите здесь. Если недолго. Сынок, я знаю, тебе сейчас очень грустно, но не стоит замыкаться. Давай поговорим, станет легче. Я не хочу, чтобы мне стало легче. Я сейчас говорю про себя, мне тяжело. Ты сам думает, мама умерла из-за тебя. Нет, 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 это не правда. Правда, я сам знаю. Мама разбилась на машине, а если бы ты нас не бросил, то сам бы водил машину, и мама бы не разбилась. Это не правда. Саш. Давай я помогу. Давай я помогу. Я сам. Ого! Ого! krю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа, там призраки, протергесты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа, не ходи туда, они тебя сожрут! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подавится. Не бойся, я разберусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир, здравствуйте. Я очень рада, что вы позвонили. Добрый день. Я хотел извиниться за то, что не поверил вам вчера. Вы хотели меня предостеречь и были правы. Что-то случилось с Сашей? Нет, нет, с Сашей все хорошо, он сейчас у соседки. Кто-то вломился ко мне в квартиру. Извините. Что-то из вещей пропало? Я не заметил. Посмотрите более тщательно. Хорошо. Настя, вы здесь? Я не хочу показаться наглым, но если бы вы могли еще раз подъехать... Договорились, да. Я перезвоню. Извините, пожалуйста, а вы можете остановиться здесь ненадолго? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, все, можем ехать. Спасибо. Ты ездила на место ДТП, только вот не спорь, я смотрел по геолокации. Можно узнать зачем? Пыталась что-то вспомнить. А почему ты за мной следишь? Я волнуюсь. Тебя это удивляет? Милая, эти странствия надо прекратить. Почему? Ты забыла, но мы едем к твоей маме. Нужно решить вопрос с пенсионатом. Я сейчас не могу. Давай вечером. Ну как это? Я раскидал все дела. Нужно ехать сейчас. Можно? Я на маникер записалась. Это так срочно. Нельзя перенести. Ну давай я тебя отвезу. Пойдем. Это много времени займет? Полчаса. Можешь пойти со мной, но это будет выглядеть странно. Куда же ты тебя тут? КОНЕЦ КОНЕЦ Ничего, если я параллельно буду убираться. Дело в том, что пора Сашу забирать, и я не хочу, чтобы он это еще раз увидел. Сосель не напугался. Ничего. Справится. Так а что вы сами думаете насчет этих снов? Ну что я думаю? Видимо, это не просто игра воображения. Тогда что? Мои мысли перемешались с мыслями Марины во время аварии. Ее тревога и страх передались мне. Простите, я понимаю, как это звучит, но у меня нет другого объяснения. КОНЕЦ Ничего, Настя. Продолжайте. Видимо, Марину кто-то сильно напугал, угрожал Саше. Поэтому она так сильно торопилась. Хотела поскорее его забрать, спасти. Ее последний звонок был мне, а я не смог ответить. Простите за этот бестактный вопрос. Вы вместе не жили? Разошлись три года назад. Странно. Почему? Мне кажется, вы оба хорошие люди. Спасибо. Она нашла себе другого хорошего человека. А когда он ее обобрал и бросил, я не смог простить. ЗВОНОК В ДВЕРЬ КРАСОВСКИЙ СЛУШУ Красовский слушаю. Сына своего любишь, Володя? Это ты ко мне в квартиру вломился? А, в квартире это цветочки. Если не вернешь мою бумагу, пойдут ягодки. Угу. Уже умираю от страха. Хорошо. Видишь, до тебя не доперло. Лады, герой, поговорим по-другому. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это моя жена, к вам полчаса назад зашла. Анастасия? Все верно. Это наша постоянная клиентка. Это замечательно. Где она? Ушла. Практически сразу. Как ушла? Я в ходу ждал. Извините, не знаю. Она увидела, что растет, не знаю. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже, что с одной кинобой формии в швейках... Продолжение следует. Анастасия была в швейках. Парни, все, намази. Пару часов-то дайте, я все решу. Еще сутки край. Успеешь справиться? Клим на все равно. Давай, бухгалтерия, шевели копытами. Еще сутки край, успеешь справиться? Клим на все равно. Ходики тикают. Может быть, рассказать об этом майору Игнатову, следователю, который ведет дело ДТП? Обязательно. Но я сначала отвезу Сашу. У меня есть домик в деревне, от родителей достался. Колодец, печка, дровяная банька, но зато тишь до глуш, и никто не знает адреса. Отличная идея. Удачи вам. Давайте я вас отвезу. Нет, не нужно. Забирайте скорее Сашу. До свидания. До свидания. Ловко ты меня. Ничего не хочешь рассказать? Хочу спросить. Нашла вот это на месте аварии, адрес приюта для женщин. Не знаешь, кого я так боялась? Такие визитки по каждому углу раздают. Что ты взяла, что она твоя? Скажи мне честно, ты меня бил? Ну это тебя правда рановато выписали. У тебя крыша нет. Почему ты так грубо разговариваешь? Меня смутил твой вопрос. Извини. То есть не бил? Нет, не бил. Ни разу в жизни. Ни разу в жизни. У нас бывали разногласия, но я тебя ни разу в жизни не бил. Какие разногласия? По поводу приюта для моей мамы? Это не я придумал, это врачи рекомендуют. И вообще, что за дикие намеки? Ты лучше объясни, где ты была? Почему ты телефон выключила? А почему ты за мной следишь? Да потому что ты не в себе. Потому что ты гуляешь черт знает где. Хватит меня стрелки переводить. Ты лучше подумай о нас. Подумай о ребенке. Я уже подумала. Зачем тогда я пила противозачаточные? Звучит мучения, доехо. Вот ты на дело. Иди переоденься. Безрукая. Давай. Куда ты собралась-то? Куда ты собралась-то, а? Куда ты собралась-то, а? Куда ты собралась? Куда ты собиралась? Я все вспомнила. Вспомнила? Тогда ты помнишь, что ты должна меня слушаться. С возвращением, любимая. А там грибы есть? Полно. И белые? Всякие. А та тетя, которая вчера к нам приходила, она с тобой работает? Нет. Но из нее получился бы хороший спасатель. Она тебе нравится? Ну так, ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроссовский, слушаю. Владимир, это Настя Белова. Скажете, а вы же уехали из города? Мы на полдороге. А что-то случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все плохо. Я не знаю, что буду делать. Ну, подъезжайте к нам, я вам скину адрес. Я не могу выйти из дома, муж меня заберет. Я могу вернуться, но это очень долго. Спокойно, Настя. Сделаем так. К вам приедет мой коллега Андрей, скажите адрес и сразу же отключите телефон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здрасте. Можете спускаться вниз. Там у подъезда наша машина. Садитесь внутрь и ждите нас там. Хорошо. А вы? А я сейчас поставлю новый замок и присоединюсь к вам. А если мой муж вернется и застанет вас здесь? Скажу ему пару ласковых. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сынок, собери щепки в игру. Хорошо. Нам они понадобятся для растопки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здорово. МЧС спешит на помощь. Ну ты забрался. Еле нашли. Спасибо, брат. Знакомься. Красовский Александр Владимирович. Привет, богатырь. Так, сынок, проводи гостя в дом, покажи ему все. Пойдем, покажешь, чем тут занимаешься. Ну вот же, сволочь. Жаль, меня не было рядом. Ну, пойдемте. Ужин уже ждет. Я все вспомнила. Про аварию? И про себя. Молодец. А теперь забудьте все. Ничего этого уже не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Это Женя. Здравствуй. Что-то случилось? А вы не знаете, где Настя? Понятия не имею. Не дозвониться, то домой не попасть. Не в курсе? Нет. Ну, вы ей передайте, вдруг увидите, что я расстроен и вообще возмущенное поведение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, так и сказать? Прямо так и скажите, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы себя чувствуете? Нормально. Здесь так хорошо, тихо. Душа у меня полный сумбур. Конечно, вы были в лапах у тирана и отморозка. Такие раны не быстро заживают. Как вы вообще все это вынесли? Не знаю. Кажется, за день до аварии я решилась от него уйти. Ну, теперь точно все. Подам на развод и приеду к маме. Круто. А он найдет себе новую игрушку. Ну, сначала полиция, потом суд. Это другой разговор. А что вы собираетесь делать с шантажистом? Пока не решил. Накануне похорон я заехал к Марине, перебрал все ее вещи. И в ее машине я тоже ничего не нашел. А что вы ищете? Какую-то бумагу с кубором чистку. Ну, так он сказал. Если б не Саша, все было бы куда бы легче. На ловца и зверь бежит. А так у меня работа, я не могу с ними круглые сутки сидеть. Давайте я. Спасибо, но не вариант. Вам самой нужна защита. Слушайте, Настя, а если у вас с Мариной вот эта вот связь, может, вы вспомните еще какие-нибудь детали? Ну, хотя бы намек, что, где мне искать? Простите, просто так по заказу, но вряд ли у меня получится. Ясно. Ну, ничего, прорвемся. Слушай, давай на «ты»? Давай. Что это ты спрятал? Это подарок для тебя. Покажу, когда дорисую. Хорошо, родной. Владимир. 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 Прости. Мне кажется, что бумага с рисунком в Сашином рюкзаке. Ты знаешь, где он? Надо подумать. Детский садик открывается все утро. Возможно, Марина проспала, и к той женщине взяла Сашку с собой. А потом отвезла его в птицкий сад. Анатолий. Алло, Анна Петровна. Здравствуйте, Красовский. У меня к вам просьба. Можете заглянуть в Сашин шкафчик, есть ли там рюкзак? Да, сейчас посмотрю. Да, здесь. Спасибо большое. Скоро буду. А почему папы так долго нет? Потому что ему далеко ехать. Можешь ему позвонить? Понимаешь, мне нельзя включать телефон. А вдруг он тоже умер, и я теперь круглая сирота. Сейчас. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Тетя Настя, можно я пойду гулять? Давай папу дождемся, он уже скоро приедет. Мне скучно, можно хотя бы во дворе погулять? Ну ладно, только никуда не уходи, хорошо? Хорошо. Иди сюда! Тихо, закрой рот! Саша! Саша! А ну стоять! Стоять, я сказал! Вы кто? Отпустите его, я сейчас в полицию позвоню. А ты попробуй, рискни. Пошла в дом. Пошла в дом, я сказал. Володя, он похитил Сашу. Звони в полицию, я через десять минут буду. Он здесь, он требует свою бумагу. Скажи ему, что бумага у меня. У тебя? Бумага у него. Успокойся. Не спорь с ним. Сделай все, что он скажет, я скоро буду. Хорошо? Хорошо. Настя! 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 Я знаю, что ты там. Открой! Я открой, что твою, мать, психушку пеку. Мне твое разрешение не нужно. У меня есть доверенность. Открой! Не рыпайся. Ты там не одна? Эй, кто ты там? Выходи! Ее здесь нет. Вали, пока цел. Женя, не заходи сюда! Тебе дырку в башке пробить? Или так дойдет? Тебе неясно сказали, урод! Вали отсюда! Отойди от нее! Стоять! Привез? Не знаю. Ты что мне вала водишь? А что ты быкуешь? Ты мне сына верни, потом поговорим. Ты не понял, я сейчас твою бабу завалю. Уверен, что моя? В багажнике. Ничего лучше не придумал? Скажи спасибо, что не завалил. Привет, сынок. Выходи, приехали. Это разбойник. Да какой это разбойник? Это так. Мелочь пузатая. Ты цел? Да. Записку! Стой здесь. Папа. Папа. это и есть код транзакции только 200 биткойнах почти 100 миллионов долларов а у кого-то солидно весь общак ваша группировки орлы гражданин следует я вообще не понимаю чем здесь говорят этого мужчину мы впервые видим несет какую-то пургу дурачок проснулись евгений иванович ну хорошо готовы поговорить меня стреляли что говорить нет нет этим делом занимается следственный комитет а я по другому вопросу по какому нанеси не телесные повреждения систематическое истязание вашей жены гражданки беловой анастасии михалов что можете сообщить ничего обидно тогда обойдемся тем что есть а что у вас есть данные осмотра показания потерпевший свидетели ее мать коллеги из прежнего места работы всего четыр пять ну думаю хватит а вы выздоравливайте поскорее да кстати вот нужно отдать подписочку о невыезде формальность но куда теперь без них знаешь плавание это конечно хорошо но спорт это не все я вот нашла отличную детскую студию там рисование облепка представляешь и все в пяти минутах от дома я знаю насти светлана анатольевна мне уже все рассказал и что ты думаешь что одно другом уничтожить саш ну сколько можно дрыхнуть весь клев проспите не волнуйся мы все успеем и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова